что я хотел сказать я хотел сказать что пока мы с вами здесь сидим или в то время как мы сейчас сидим или в то время как мы пойдем пить кофе или чай общаться десятки а может даже сотни человек сейчас в россии думает как же поменять вот те самые волшебные циферки которые зафиксированы в таможенном тарифе таможенного союза как поменять пять процентов на 10 15 на 0 25 на 35 почему они это думают да потому что это деньги это реально серьезный очень инструмент влияния на рынок это инструмент некого барьера для входа на рынок либо наоборот инструмент снижения себестоимости если эту ставку можно снизить это твои комплектующие либо твой товар который ты продаешь на этом рынке и правильно эти люди делают почему потому что хочу привести оценку комиссии европейского союза о том что россия входит в число государств которые наиболее активно используют метод таможенной тарифной защиты для своих рынков и наиболее активно меняет таможенные ставки с целью защиты своих рынков понятно что это как раз предмет деятельности лоббистов то есть ставки не меняются сами по себе да и само по себе государство в лице органов которые такие решения принимает она не заинтересована сама что-то там повышать или понижать а сам таможенный тариф это очень мощный предмет деятельности лоббистов да то есть как раз именно компании корпорации различные отрасли бьются за то чтобы ставки как-то эти поменять небольшая статистика которую мы посмотрели это отраслевой разрез решений правительства точнее за этот год решений российской подкомиссии по защитным мерам относительно изменения ставок таможенного тарифа и здесь можно видеть что в принципе вроде отраслей много но есть один вывод что 65 процентов всех решений правительства сконцентрировано вокруг четырех отраслей то есть четыре отрасли в принципе сейчас только активно себя ведут на рынке такого таможенно тарифного регулирования на рынке использования ставок. Что это за отрасли? Номер один лидер, конечно, это металлургия. И причем по собственному опыту работы могу сказать, что это отрасль, которая лидирует уже на протяжении нескольких лет, почти десятилетия. Номер два это сельское хозяйство. Номер три очень мощный сектор, это химический комплекс, это 13%. И также вы видите, что автомобильная промышленность это 15%. Так вот эти четыре отрасли, это 65% всех решений, которые принимаются относительно изменения таможенного тарифа. Так, как мы тут? Вот. Вот эти самые данные Европейской комиссии, количество мер таможенной защиты, которые используют те или иные страны. С левой стороны это страны, разные от Бразилии до Таиланда. И общее количество мер, которые принимают. Вот по этой табличке Россия наряду вместе с Аргентиной, лидер в количестве 73 мер. Но здесь надо сделать одно ограничение, одну ремарочку. Дело в том, что в России в основном защищают сейчас рынки с помощью внесения изменений в таможенный тариф. Теперь единый таможенный тариф нашего союза России, Казахстана и Белоруссии. А в то время как в Европе и в Америке на самом деле идет не менее интенсивная работа, а гораздо более активно они защищают свои рынки. И если вот 73 решения они зафиксировали погоду относительно России, то в целом защитных мер в Европейском Союзе и в США ну можно в принципе посчитать до сотни. Но дело в том, что это меры другого порядка. Как раз вот здесь то, что мы говорили про ВТО, то есть есть некая система расследований. Есть федеральный закон, наверное вы если этой темой интересуете, знаете, есть закон о специальных антидемпинговых и компенсационных расследований. Так вот в Европе и в США это в основном меры которые вводятся по итогам расследования. То есть возбуждается расследование, сделается вывод о том, что есть демпинг, либо о том, что есть субсидия чужого государства, либо импорт наносит ущерб национальной отрасли и вводятся меры. И вот эти меры они считаются в рамках ВТО, то есть таким образом можно в принципе ставки повышать, причем эти ставки они могут быть различные по странам, даже различаться по отдельным поставщикам техники. Это очень хорошо знает сейчас металлургическая наша отрасль, потому что на протяжении последних где-то 20 лет по ним наиболее сильно били вот эти все спецзащитные и защитные меры, антидемпинговые пошлины, которые вводились применительно к экспорту наших металлов за рубеж. И здесь вот надо такой пример тоже привести еще, что даже сам процесс вступления ВТО на протяжении последних где-то как минимум пяти лет, это тоже очень успешный лоббистский GR-проект. Потому что не секрет, что основные, ну так, информационные проекты финансируются металлургами, потому что эта отрасль наиболее сегодня заинтересована. И эта отрасль активно лоббирует свои интересы, продавая идею ВТО, продавая эту идею очень красивой, эффективной и грамотной. Здесь очень действительно можно многому поучиться. Значит, на что я еще хотел обратить внимание? О том, что, в принципе, мы как центр провели, ну, достаточно давно работаем, у нас опыт больше 10 лет, и регулярно общаемся с компаниями, регулярно их опрашиваем о том, какой интерес они испытывают вообще к мерам таможенного тарифного регулирования. И, в принципе, изменение тарифов компании называют в первой обычно тройке тех вопросов, джар вопросов, которые их интересуют. И вместе с тем мы из года в год сталкиваемся с проблемой, что компании хотят менять ставки, но либо вообще не делали это, потому что не понимают, как это делать, либо это делали, но безуспешно. У нас есть такая анкета, интересная ассоциация, которая нам прислала данные, что она 60 раз обращалась в наше правительство с просьбой изменить ставку, и все 60 раз были безрезультатные. Результат – это чего? Прежде всего, это результат очень сложной процедуры. Дело в том, что, вот я сказал, есть два механизма защиты своих интересов. Это внесение изменений в таможенный тариф и расследование. И вот если расследования, они по методике ВТО очень четко прописаны, сроки, кто ответственный, какие публичные слушания проводятся, какая аргументация предоставляется, то вопрос внесения изменений в таможенный тариф, он не грамматирован сейчас ничем. И создание таможенного союза и введение с 1 января единого таможенного кодекса, оно только усложнило этот процесс, потому что, если раньше решение об изменении тарифа принималось непосредственно правительством Российской Федерации, то сейчас, после формирования позиции Российской Федерации, эти материалы уходят в комиссию таможенного союза, где они обсуждаются, получаются позиции Украины, Белоруссии и Казахстана, и, соответственно, принимается решение уже на эти три государства. Соответственно, возникает еще один этап принятия решений, и более того, для лоббистов, которые лоббируют именно в таможенно-тарифной сфере изменения ставок, у них еще объектами их лоббизма российские компании становятся государственные органы Казахстана и государственные органы Белоруссии. То есть процедура очень сложная, очень трудная, а аргументация всегда возникает разная. Но я призываю немногочисленных участников, оставшихся здесь в зале, более активно использовать этот инструмент. Почему? Потому что, действительно, если мы вступаем в ВТО, если, то руки, связанные у таможенного союза, по изменению ставок будут достаточно сильно. Точнее, это будет некая игра в односторонние ворота. Снижать ставки будет легко, а вот повышать ставки будет сложно. И поэтому мы прогнозируем, что при случае вступления России в ВТО, Россия, Белоруссия и Казахстан резко увеличат количество расследований, которые будут возбуждаться относительно импорта товаров. То есть сама стратегия защиты, она останется, поменяется механизм, поменяется методика. При этом надо использовать все возможности для того, чтобы защищать свой бизнес и использовать сейчас пока разрешенные методы таможенно-тарифного регулирования, но уже сегодня думать на будущее и внимательно очень изучать вопрос проведения расследований. Почему? Потому что на протяжении последних пяти лет, после того, как было введено действие закон, количество расследований, которые возбудила Россия в отношении импорта товаров, оно не превышает 50. В то время, как я говорил, что в развитых странах их возбуждается сотни в течение года. С одной стороны, причина этого, опять же, это возможность пойти и поменять тариф. Это хоть запутанная и сложная процедура, но в принципе сейчас это еще допустимо сделать. А с другой стороны, опять же, это то, что сфера таможенно-тарифного регулирования – это сфера определенного рода специалистов. И мы видим, что таких специалистов, в принципе, на рынке достаточно мало, они только рождаются. В некоторых компаниях они тоже набивают себе шишки, когда бьются над теми задачками, которые перед ними стоят. Ну, вот, в принципе, вот такое короткое эмоциональное выступление, поэтому, если у кого-то есть какие-то конкретные вопросы о том, что и как можно и где поменять, то, пожалуйста, прошу, обращайтесь. Спасибо.